МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Добрый вечер, дорогие друзья. Понедельник, 21 ноября, на часах в Якутске, 19.15, прямой эфир информационно-аналитической авторской программы «Арена Событий». Сегодня в гостях у «Арены Событий» председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по регулированию контрактной системы в сфере закупок. Александр Иванович Попов. Александр Иванович, добрый вечер. Добрый вечер. Александр Иванович, не виделись год с вами в «Арении Событий». А этот год особенный для Госкомитета. Пять лет прошло, да, с момента создания вот этого полномоченного органа. Каковы итоги централизации закупок в республике, если говорить не очень широко? Да, намеченная централизация закупок проводилась с нами поэтапно. Если мы в начале своей работы в 2011 году размещали заказы на определенную номенклатуру, утверждаемую распоряжением правительства, то в конце 2013 года мы завершили полную централизацию государственных закупок. На последнем этапе нами была централизована наиболее такая инвестиционно-емкая сегмент закупок – это строительство. Строительство. Да, вот с этого момента мы в 2014 году уже полностью, то есть, получается, 22 года уже работаем по централизованному обеспечению государственных нуждей республики Саха-Якутия. Но за эти годы мы считаем, что мы создали такую единую систему управления госзакупками республики. От централизации, путем централизации мы считаем, что добылись создания, допустим, первое – открытое информационное пространство для введения электронного документа оборота. То есть, при этом считаем, что повышаем прозрачность закупок. Мы, начиная с 2013 года, фактически по аукционной документации работаем по безбумажному документу оборота. Осталась у нас работа бумажными носителями только в части конкурсных процедур. Но в этот момент мы… А там и то документы дублируются, там и там электронные… Да, оно подается в бумажном носителе. И ожидаем, что в середине следующего года конкурсные процедуры тоже будут переведены под электронную. Тогда мы полностью перейдем к безбумажному документу оборота. Также считаем, что мы создали единое правило прогнозирования, планирования осуществления закупок нашими госзаказчиками. Охватили мониторингом и анализом всех заказчиков. Их у нас порядка 482 госзаказчиков на сегодняшний день. Мы всех охватили мониторингом и анализом их закупок. То есть имеем представление, кто что закупает, насколько эффективны эти закупки. То есть они помогают ли достигать определенные те индикаторы, которые заложены в мероприятиях программных. Для этих целей, насколько эффективны используются госсредства, вот эти возможности и наша система республиканская, вот эти возможности нам уже сегодня дают. Мы добились снижения количества нарушений в области закупок, поскольку мы фактически занимаемся профессионально этим делом. Ну вот я надеюсь, мы как мы вернемся сюда поговорим. Наши 482 заказчика сами проводили бы процедуры, думаю, намного больше было бы нарушений. Мы с каждым годом снижаем уровень обоснованных жалоб, что нередко отмечается и самым нашим управлением федеральной антимонопольной службы. Постоянно проводим семинары, обучаем наших заказчиков. Мы всегда проводим внутри себя анализ тех обоснованных жалоб, которые изередко, но все-таки случаются. Мы в этом году начали процедуру общественного обсуждения закупок. Тоже это одна из важных составляющих. Если население республики знает, на что тратятся бюджетные средства, и если он знает, что существует механизм, когда он сам, гражданин, имеет право обсуждать ту или иную закупку, вот этот механизм уже у нас введен. То есть закупки, общие закупки суммой свыше 50 миллионов, а по строительству свыше 150 миллионов, заказчик обязан осуществлять, до размещения заказа обязан проводить общественное обсуждение. Но этот механизм тоже работает, и считаем, что это тоже немаловажное достижение. В том числе и путем централизации. Ну и, конечно, самое то же, в помощь нашим заказчикам мы унифицировали техническую документацию конкурсную, аукционную, оказывая практическую помощь. В нашей библиотечке порядка 40 видов контрактов, таких типовых технических документаций и проектов контрактов в основном. Но наши заказчики пользуются, считаем, что мы этим тоже оказываем им помощь. Но, Александр Иванович, сохраняются ли какие-то проблемы, ну, например, на муниципальном уровне в сфере закупок? Да, на самом деле, если мы считаем, что вот система порядок, единый система подход, если в год закупок мы уже достигли, сформировали, то, к сожалению, имеется ряд проблем у наших муниципальных коллег. И, к сожалению, я сегодня могу отметить, что при наличии порядка 2800 заказчиков на муниципальном уровне по всей республике, синтеризованы только полностью в пяти районах-городах. Это Алданский, Усианский, Жатай, город Якутск, допустим. По остальным, или вообще децентеризованы, как в Булунском, Нижноколымском, Эвенобатантайском в областях, или они синтеризованы частично. То есть, в основном, из этих 2800 заказчиков идет размещение бессистемное. То есть, кто во что гораст, кто как использует, кто как может, мы считаем, что есть недостатки. При этом мы стараемся помочь нашим коллегам. Что-то делаться в этом направлении будет сейчас? Да, практически мы проводим фактически выездные семинары, в методологической части в основном помогаем. Имеем ряд соглашений с нашими в основном, в гостином, где интернетом проблемы и человеческий фактор имеется. Мы с ними имеем соглашение, оказываем полностью методологическую помощь и, начиная с прошлого года, оказываем уже практическую помощь. От их имени и за счет их средств мы проводим процедурную составляющую закупок и тем самым уже практически помогаем. В этом году, с начала этого года, мы разместили заказы для НУШ наших муниципальных коллег на сумму порядка 250 миллионов. Это только начало. Надеемся, что мы в этом направлении должны переломить ситуацию. Будем продолжать помогать нашим коллегам. И имеем ряд поручений, которые при их практической реализации мы надеемся, что уже какой-то порядок в этом направлении уже будет. И надеемся, что через год, через два возможно централизация. Александр Иванович, давайте перейдем к такому моменту. Изменения, внесенные в закон о контрактной системе. И в связи с этими изменениями, что нужно сделать гупом-мупом до 1 января 2017 года? Да, вы правильно заметили, уже вступило в силу изменения, вступят в силу изменения в 44 закон, с которым, начиная с 1 января 2017 года, государственные муниципальные унитарные предприятия, газонные предприятия обязаны будут переходить с 223 закона федерального, которым они работали, проводили свои закупки, под 44 федеральный закон. Что это означает? Что это означает, что в связи с тем, что у нас централизованы госзакупки, имеется положение, утвержденное указом главы соотечества, с которым закупки для государственных нужд проводятся централизованы через уполномоченный орган, через наш комитет. Указом, подписанным указом, утверждено специальное положение взаимодействия нас, заказчиков, и нас, как уполномоченного органа. Вот, соответственно, эти группы должны работать с этим положением. Ну, во-первых, им необходимо получить электронные ключи, ключи для работы в единой информационной системе, это интернет-ресурс, общих закупок по России. Ну, это несложно получается. Да, их несложно. Это выдает территориальное федеральное казначейство, управление казначейства. Туда можно подойти, подать заявку и быстро получить ключи, зарегистрироваться в этом рейсе. Чтобы еще работать в нашей республиканской системе, вектор ГИКС, им надо подойти в доставляющий центр республики Сахай-Якутия, тоже подать заявку, получить соответствующие ключи, зарегистрироваться в нашей системе, уже республиканской. Вот с этого момента начинается уже эта техническая составляющая, так скажем, еще ряд организационных мероприятий, которые включают назначение контрактной службы, если закупок общий годовой, совокупный объем закупок составит более 100 миллионов. Или контрактных управляющих. Утвердить положение о закупках, утвердить соответствующие инструкции должностные для этих управляющих контрактных или контрактной службы. Вот эти приказы о назначении и положении, все направление... То есть все по 44-му ФССР? Да, все мероприятия, они все знают. Мы уже проводили ряд встреч с нашими группами. Ну, примерно объем где-то будет 11-12 миллиардов дополнительно к тем объемам, которые мы проводим в настоящее время. А какой объем вообще закупок на сегодня осуществляется через Госкомитет? Если в целом для Госнуж опубликовано госзаказчиками на этот год 23 с чем-то миллиарда, чуть-чуть выше 23 миллиардов, из них 19-12 миллиардов проходит через полную очередь. То есть порядка 80%. Остальное остается размещение заказов у прямых, у монополистов, которые заказчик вправе самостоятельно проводить. То есть тот предел централизации закупок, который можно вобрать в себя, как у полномочий орган, мы уже полностью сами проводим централизованно. Наши местные товаропроизводители участвуют ли в закупках, насколько активно? Ну, мы считаем, что достаточно активно участвуют. Если вот взять, к примеру, за два года, 14-15 год, считаем, что порядка 3 тысяч с чем-то, 3,5 тысяч контрактов заключено именно на те товары работы, условия которым могли бы участвовать наши местные товаропроизводители, именно товаропроизводители, общая сумма их составила порядка 1 миллиарда 400 миллионов. Из них, по нашим оценкам и по той методии, которую рассчитываем, мы на сегодняшний день имеем порядка миллиарда 100 миллионов за эти два года. Наши местные товаропроизводители приняли участие и выиграли в основном аукционы и конкурсы. Так что где-то процентов, сколько бы там, 8-70, да, достаточное количество, считаем, процентов. А уровень конкуренции в сфере закупок? Конкуренция также считаем, что она развивается. Если мы в 2012 году, среднее количество участников в одном лоте составляло 1,6 участников, то мы фактически в этом году увеличили полтора раза и сегодня составляем 2,5 участников. Тут надо учесть, понятно, нашу территорию, логистику. Но тем не менее, что несмотря на сложнейшие конкурентные условия, достаточно конкурентность у нас есть в нашей республике. Чуть меньше, чем показатели поселения России. В основном мы отмечаем, что участвуют, в том числе, по мягкому твердому инвентарю, по сельхозпродукции, по хлебобулочным. Вот наши местные товаропроизводители. Проект «Ноябрье». Александр Иванович, спасибо вам большое. Наше время, в общем, так вот очень быстро в эфире истекло. Вы смотрели аренду событий, а гостем ее был председатель Государственного комитета Республики Саха-Якутия по регулированию контрактной системы в сфере закупок Александра Попова.